прошу добрый вечер саша алкоголя моя история может быть такая же как и у всех но немножко отличается первых я родился в таком месте где пить воду считается дурным тоном и алкоголь у нас был как бы нормально и алкоголиков даже в роду у меня не было моему отцу восемьдесят девять лет он сейчас за обедом наливает себе 50 грамм вина покушал и все ему это не я как бы начал это вот увлекаться увлекаться и потом смотрю мне понравилось но живя в той жизни были ограничения там я работал завгара мне нельзя было если за руль там там же заранее не пить не то что с вечера выпил а потом сел за руль это уже было плохо а когда я приехал в израиль такая радость оказывается можно выпить определенную порцию сесть за роли все нормально себя остановят донишь если тебе не перешло нормально и задача меня это вдохновило и постепенно постепенно все это начало увеличиваться как алкоголик я никогда не был агрессивен даже наоборот моя бывшая жена она всегда любила немножко выпивший более того он даже не делала комплименты ты нас в любом состоянии домой привезешь я садился за руль привозил домой мы были на какой-то гулянки как я приехал я не помню был джип и сужая в окно смотрю а он припаркова там спереди столько и сзади столько блин как его туда вытаскивать буду жена смеется говорит ну выпей 100 грамм и я к тому что как бы мой алкоголизм никому не мешал даже наоборот все радовались мне мешал отсутствие вот когда у меня хотелось выпить и нету вот тогда я был агрессивен нервничал и я постепенно стал себе делать отходные запасы на было в багажнике в ящике бутылочка брал бутылочки из-под воды переливал туда алкоголь цветом под воду все думали что я воду пил у меня была бутылочка в дверце машина одна в багажнике дома у меня было так на балконе на кухне в определенных местах но там куда жена не ладит и когда кто-то туда пришел и вышел на балкон там якобы что-то сделать пошел дым ты порогла . во все я хороший я уже но какой-то момент я понял что стоит также невозможно ты когда-нибудь чем-то плохо закончишь я уже понял что я утром стою я работал на руководящей должности я приезжал на работу в уроки и воспиток пиквы я не помню как я туда доехал я сидел на собрании они там что-то решают а у меня голова раскалывается на хрен не ваши проблемы быстрее быть закончился хочу филиции я ловился на мысли блин ну но даже не нормально и что мне интересно было что вокруг израильтяне они чувствовали запах но никто ни разу мне замечание не сделал типа что тебя ну короче в продолжении все это увеличилось увеличивалось увеличивалось началась эта пендемия броня обрадовался что можно в маске ходить дыши на кого хочешь раз меня спросили ты самый гурдане и руки помыл вот этой вот я понимал что ты и с богом у меня проблем не было я всегда в него верил я занимаюсь эзотерикой целительством но щуки на вещами короче и я знаю что бог есть я всегда с ним с ним общался я его просил господи помоги мне избавиться я понимаю что это не нормально если уже вижу что я утром встаю и каждый день каждый день это уже не нормально это понимал и наверно бог меня услышал случилось несчастье но и получил удар на не думаешь этот удара по почкам а на самом деле почки наверно от алкоголя сели я свалился меня забрали в больницу две недели лежал в больнице мне чистили почки промывали там что-то но я уже не мог ходить я был на коляске чтобы не могу переться на ногу и меня спросили типа ты дома кто-то есть я один живу мне причем я живу так лифтом до конца и один пролет пешком на коляске как-то не очень не прокатывай не прокатишься и мне говорят хочет тогда давай это вообще не знал что такое рип-центр что есть рип-центр это уже тут узнал что это что я был оказывается в рип-центре но это был рип-центр не для алкоголиков это где-то натания забыл называется короче попал в рип-центр там были алкоголики наркоманы там были после аварии короче там все там не было какой-то определенный это вот и там был забор нельзя не выпить ничего я думал блин хорошо если уже столько не пил так давай-ка я еще продержусь трудно было месяц пробыл как бы в этом рип-центре и и когда я уже освободился я боялся прийти домой потому что а я сыну сказал там 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 весь алкоголь и чтоб в доме ничего не было но он почистил понял я боялся что мне будет напоминать будет тянуть будет это когда приехал домой в конце рип-центра я уже ходил сам стал с коляски ходил с этим ходунком это почти месяц я там был может быть меньше там двадцать четыре дня него и всегда себе накручивал любит и вот ты уже столько не пил все все заканчивая продолжаете по не пить наслаждайся но внутри переломы были какие-то и тут узнал по группу а ей надо надо пойти все понимал что на группе люди все все такие же как я и поддержка я пришел на группу и офиге мне сказали что это анонимный алкоголики я прихожу на группу а тут мой мой друг с которым уже 30 отбухаем володи я думаю все спалился пришел мой друг от этого ну слава богу анонимность продолжается и вот и стал ходить на группу потихоньку потихоньку стал привыкать дома как бы все то что я боялся что мне там сервант или это будет напоминать типа ты еще не выпил взял спонсора начал ходить наши со спонсором проходить все все шаги и к этому определенный момент я понял что блин какая вкусная вода всю жизнь к воде относился же мыть руки там или что-то отрепить можно и с каждым разом чем дальше дальше я отплывал от той точки я начинал ощущать себе лучше мы проявлялись цвета у меня проявлялась я когда пил и и когда думаешь вот я брошу пить допустим как я буду жить будет скучно чем когда будут снимать напряжение как я буду это же большом и секса не будет пусть у меня никогда не было без алкоголя секс как как такое может может быть и вот постепенно постепенно я потом обсудил все нормально даже еще и лучше как бы и цвета другие запахи другие и водичка и на сегодняшний день я просто сказочно рад что я стою утром понедельник и обрешен у меня ясная голова прихожу на работу и соображаешь что я делаю как бы четко я наслаждаюсь вот этим вот этим прелестным ощущением трезвости потом было несколько раз я как бы был но в компании где все выпивает это полтора года назад умерла моя мама ездил туда идут там за 100 людей все выпивают всем и мне даже тут на группе боялись и посмотри не сорвись там это самое не мне помогла еще одна такая фраза нет тоже мой друг лова сказал он как-то бросил вот она мне в голове застряла и раме всегда помогала этот выпить каждый может а ты попробуй не выпить и вот это когда вспомнил эту фразу так смотрел все бухает за столом я не хуже вас я лучше вас себе как бы себя поднимал и что вам еще рассказать потом год назад я попал в больницу делали операцию на сердце и лежал в больнице долгое время был дома лежал полгода вообще не не вставал спасибо друзьям приходили помогали мне и появился на мысли я лежу в салоне думаю блин сейчас группа и ниже там объявляют сроки трезвости блин они же меня обгонят я думал от алекс уже позже меня пришел я приду полон будет перейти ну как бы такие на сегодняшний день я просто а еще моменты даже я умудрялся на тренировку я приходил но тоже перед тренировкой там 100 грамм для бодрости это одно на тренировке я ловился на мыслишь и ждал быстрее когда всерьез смотрел на часы когда уже закончится чтобы пойти опять добавить и как бы даже странно что никто даже не замечал что меня запах алкоголя ну там все все израильтяне как бы русских практически нету только у нас русских есть сразу папа типа запах израильтяне мало на это регион вот и сегодня я вернулся и в спорт и нормальная работа я просто сказочная по-другому сейчас вижу и сам спорт сами тренировки в блин как это 18 лет оказывается что-то вот спасибо диплом за окончание второго года с пожеланиями спасибо тебе оставайся с нами оставайся трезвым